Привет, Владимир! На этой неделе как-то много нападало экономических новостей. Ты знаешь, тот тренд, о котором мы говорили в прошлый раз, как-то начинает постепенно становиться повсеместным. То есть уже как-то мало статьи о том, как круто Россия справилась с экономическими вызовами, и все больше появляются, собственно, аналитики, в которой прямо говорится, что, знаете, что-то как-то вот на самом деле все это выглядит не так уж хорошо, а уж ключевая ставка, которая теперь в России выше, чем в Украине, где военное положение, где, надо сказать, очень непросто все с экономикой, тоже для многих стало сигналом. В общем, давай разбираться, что происходило за минувшую неделю, и, в принципе, происходит в России, происходит в российской экономике, конечно, происходит, я говорю, в целом в правильном направлении, в российской экономике. И начнем, наверное, с Владимира Путина, который на своей кривой линии рассказал, как все замечательно, как реальные доходы россиян даже растут, казалось бы. В общем, насколько честен был диктатор, и что из его слов вызвало у тебя некоторое несогласие? Ну, ты знаешь, привет, мне кажется, очень прикольно, что они так в тандеме выступили с Набиулиной, потому что Путин-то назвездел и нарисовал такую розовую картинку, прям, значит, такие кисельные берега и молочные реки, все текет там, все колосится, все здорово, да? На следующий день был такой отрезвляющий спич от Набиулиной про то, как реально обстоят дела. Мы сейчас к нему вернемся, но Путина уже многие разбирали. Я вот в экономическом плане бы несколько вещей отметил. Первое – это то, что он действительно пытается выдавать цифры, которые имеют отношение только к военному производству, за благополучие всей экономики. То есть, это прямо уже такое, это он взял за основу своей пропаганды, и здесь, конечно, надо вот всю эту завесу пропагандистскую сдувать, потому что все это вот рост ВВП, рост инвестиций, рост обрабатывающей промышленности, мы сейчас на графиках это дело покажем, это все очень четко разбивается на две составляющие. Первое – это все, что связано с военным промышленным комплексом, и второе – это все остальное, которое чувствует себя не очень. Ну, вот он говорит, что типа ВВП там может вырасти на 3,5%. Вот я решил, помнишь, мы говорили в прошлый раз, я там просто дал старый график, я решил вот сделать последний, который есть. Это ВВП по Росстату за первое полугодие методом использования. То есть, вот валовый внутренний продукт, куда он идет, да? И вот я сравнил первое полугодие этого года с первым полугодием 21-го, последнего до военного, до полномасштабного вторжения. Вот очень четко видно, что основной рост в секторе госуправления. Конечное потребление сектора государственного управления, туда же входит и обеспечение военной безопасности. Плюс 10% за два года, да? Конечное потребление домохозяйств всего 4%. Ну, то есть, видно, вот если вычесть всю вот эту составляющую из роста ВВП, то он будет где-то около нуля. Вот как бы там он и должен быть. Дальше вот он говорит, у нас растут инвестиции. Опять же, делаем разбивку, где инвестиции растут быстрее всего. Десятки процентов роста все вот эти готовые металлические изделия, там, прочие транспортные средства, машины, оборудование, не включенные в другие группировки. Ну, мы все понимаем реально, что это, да? Если посмотреть на инвестиции в других там гражданских секторах, и пищевка, и лекарства, и сельское хозяйство, то все там либо около нуля, либо даже вот как сельское хозяйство, например, почти 4% в минусе. Вот вам инвестиции, да? Вот следующий, он говорит, у нас какой-то рекордный рост в обрабатывающей промышленности, никогда такого не было. А что же такое там у нас произошло-то, да? Вот опять смотрим на разбивку промышленного производства. Опять сюрприз, сюрприз. Готовые металлические изделия рулят там, ну и все такое прочее. И видно, что это намного опережает средний рост промышленного производства в целом. То есть, вот эта вот картинка, я не знаю, мне кажется, что это понятно даже обычным зрителям, что все эти цифры роста, которые называются сегодня, это все только связано с военкой. Но военка, как мы здесь уже говорили, это сектор, который интегрально, вот он обеспечивает работу и экономическое существование, там, я не знаю, сколько там, 5-7 миллионов человек как-то на него завязаны, там, ну и все, да? Вот отсюда же Путин хвастался ростом реальных зарплат, но очень примечательную сделал такую оговорку, что да, конечно, это средняя цифра, и далеко не во всех местах реальные зарплаты так растут. Вот он назвал там типа цифру 8%. Ну, конечно, потому что вот в этих всех военных секторах они растут типа 20-25%. Если вот это дело вычесть, там будет, во-первых, совсем не 8%, а во-вторых, вот я еще раз вытащил Росстатовский график роста реальных зарплат и пенсий, видно, что даже эти 8% на фоне инфляции, это не то, чтобы прям что-то такое сверхфантастическое. И, кстати говоря, если инфляцию досчитать настоящую, а не заниженную Росстатовскую, то видно, что там будет совсем не 8%, а скорее около нуля. И реальные пенсии вообще в минусе. То есть, видно, что у них денег в бюджете на индексацию пенсий по инфляции просто-напросто не хватает. Вот такая вот реальная картинка. То есть, он пытается выдать свой военный сектор как бы за всю экономику. Ну, ты же понимаешь, что это трюк, и все это дело так не работает, и я не знаю, кого он этим делом хочет соблазнить. А что в реальности? Ну, то есть, какая инфляция в реальности? Есть ли у нас какие-то возможности? Мне вот на этой неделе попадался в Этерамировский отчет, который насчитал, что с момента начала вторжения российского в Украину там по реальным товарам, то есть, они в отличие от подсчета инфляции страны правительства, правительство как считает? Берет все товары, берет всю цену, все это складывает и делит на количество. Правильно, получается, ну там, насколько подорожало, упало. Ну, или плюс-минус, я не знаю точную методологию, может быть, ты меня тут поправишь. Короче говоря, даже те товары, которые там для отдельных граждан, ну, как бы, не пользуются спросом, там что-то может и дешеветь и прочее, они взяли просто по реальным потребительским корзинам и посмотрели и сказали 50% примерно вот за время введения полномасштабной войны. Что можно вообще сказать про инфляцию, если мы не смотрим на путинские всевозможные рассуждения дурацкие, а говорим про реальности? Ну, видишь, во-первых, данные, которые вот связаны с мониторингом самого населения и как оно себя ощущает, они показывают все время устойчиво более высокую инфляцию, чем официальные цифры. Вот, например, Центробанк ежемесячно публикует обзор, который они делают совместно с ФОМом, это фонд «Общественное мнение», где они меряют так называемую наблюдаемую инфляцию, то есть вот люди говорят, насколько у них реально выросли цены. Ну, и она вот примерно вдвое выше, то есть сейчас официальная инфляция, типа, смешно, за прошедшую неделю Росстат, значит, отрапортовал, что инфляция замедлилась. Замедлилась это с 7,52 было годовых, да, стало 7,47, то есть на 0,05% типа она замедлилась. Но я думаю, что вот если на Биулину послушать, то все это вскоре вновь пойдет опять кривая вверх. Так вот, наблюдаемая инфляция, которую люди сами сообщают, вот что они видят в магазинах, сейчас стало снова выше 15% и идет вверх. Вот, а что касается Рамира, то я что-то тут упустил этот момент, потому что мы раньше, помнишь, мы обсуждали Рамир в каких-то сводках предыдущих, но я как подзабил на него, и вот сейчас журналисты сами вытащили это дело в заголовок. Действительно, Рамир, это служба тоже мониторинга общественного мнения. Вот, кстати, у них с Росстатом, вот интересно, в чем расходятся меры, да, то есть Росстат дает, например, долю продовольствия в потребительской корзине типа 37-38%. Ну, понятно, что на самом деле она выше у подавляющего большинства людей, вот по Рамиру она всегда была выше там 50% и так далее, да. Вот, и Рамир проводит ценовой мониторинг так называемого FMCG, то есть это Fast Moving Consumer Goods, товары повседневного спроса. Это не только продовольствие, но там всякая гигиена, косметика, грубо говоря, там научное определение, все, что вы видите в пятерочке, да, вот это называется Fast Moving Consumer Goods. И вот, во-первых, вот можно вот этот график посмотреть, да, что действительно из него следует, что с начала полномасштабного вторжения меньше, чем за два года цены выросли на 50%. Это вот как бы факт, да. И следующее из этого, то, что меня, честно говоря, поразило даже больше, что они ведут там отсчет от начала 2019 года, то есть это вот мера товаров повседневного спроса за пять лет. За пять лет цены выросли на 200%, то есть ровно вдвое. Поэтому это вот то, что мы все время говорим вот эти годы, что идет постоянный устойчивый инфляционный фон, это вот нам не кажется, да, и зрителям тоже не кажется. То есть действительно, и, конечно, понятное дело, что никакие доходы, никакие зарплаты, никакие пенсии за этим не успевают. То есть, грубо говоря, россияне за прошедшие пять лет, и особенно за последние два года, стали существенно беднее. То есть это просто вот заметно уже видно на цифрах. Ну и, кстати, вот возвращаясь к Путину, конечно, я не знаю, там это очень интересная дискуссия, вот эти там сообщения выводились под контроль на администрации президента или нет. Нет, слушай, это известно, я тебе расскажу, как это устроено. Хорошо, запросто, но... Не хочешь сказать? Ну ладно, хорошо. Сейчас расскажешь, просто смотри, вопрос, вот если просто в целом так объемно взглянуть на эту прямую линию, то вот видно, что Путин все время, как, значит, этот там колдун с дудочкой пытается всех увести в какой-то разговор про интересную ему геополитику, а ему с разных сторон возвращают цены, 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 цены. То есть видно, что у них прям рассинхрон. Людей интересует совсем другая история, чем то, что дедушка говорит. Поэтому даже вот расскажи, как это все выводится, но, на мой взгляд, это тоже вошло вот в общий антураж того, что у Путина очень серьезное там разночтение с народом в том, о чем им обоим интересно поговорить. Да, это правда, ну это исторически так. Мы это видим по отобранным вопросам, потому что в целом, значит, обсуждалось в преддверии и после самой вот этой прямой линии. Что касается выводимых на экран вопросов, там история какая. Они пытаются выводить те, которые выглядят неудобными, но не слишком. То есть они более общего характера. То есть не Владимира Путина в Гагу, или там не когда вернут мобилизованных домой. А вот типа, а почему вот то, что вы рассказываете, не соответствует реальности? Или как пожить в стране, которую вы описываете? То есть они как бы такие, знаешь, типа фронда, но такая абстрактная фронда, которая не привязана к каким-то конкретным историям. Для чего это делается? Для того, чтобы у тех, кто смотрит, создалось впечатление, что не выхолощенная прямая линия, что есть какие-то, вот смотрите, туда поступают реальные вопросы, и Путин их все видит и прочее, прочее. Они это делают с 2019, по-моему, года. И в этом году «Москва Таймс» тоже подтверждала, что, ну, сам подумай, это же не онлайн-история, это не какой-то, не знаю, трансляция из Твиттера по хэштегам, которая автоматическая. Это вот отобранные действительно вопросы. Но ты прав по ценам. Вообще отдельно хочется у тебя спросить по злополучным яйцам, так сказать, и роковые, я бы даже сказал. Как у Булгакова, продолжает это быть, если не тема номер один, то одной из важнейших тем, по крайней мере, обсуждают ее. И вот на прямой линии тоже спросили у Путина про яйца. Значит, он что-то рассказал, что... Короче, из его слов получалось, что чуть ли россияне стали не слишком богатыми. Ну, в смысле, наоборот, стали слишком богатыми и не успевают... Попают слишком много яиц. Да, да. Расскажи, насколько тебе его объяснение, так сказать, кажется, удовлетворительным, и вообще, что за ситуация с яйцами, как она продолжается сейчас? Ну, вообще, ты знаешь, вот видно, что вот чем больше его спрашивают в каких-то конкретных вещах, тем больше он чувствует себя загнанным в угол и пытается давить просто авторитетом. Типа, нет, я лучше вас знаю, что у вас там в вашем магазине с яйцами происходит. Я тут поговорил, скажем так, с источниками, близкими к птицеводческой отрасли. Очень интересно. Они мне говорят следующее, что вообще вот цикл... Там же дело в чем? Что ты вот там курицы-несушки, которые вот, собственно, профессионально занимаются несением этих яиц, это они не могут из любого яйца вылупляться. Это нужны специальные инкубационные яйца-несушек, которые тоже подавляющая часть всего этого фонда, она завозится по импорту, потому что это селекция. То есть, это вопрос селекции. Соответственно, если у тебя хорошее инкубационное яйцо, хорошая порода, значит, у нее будет вес больше у особи, значит, производительность выше, значит, ты прибыль больше получишь. Поэтому это целое дело. Первое, это не из любых яиц вылупляются несушки, а это нужен специальный вот этот инкубационный фонд. Примерно цикл полтора года от момента закупки инкубационного яйца-несушки до того, как ты начнешь уже получать с этого дела денежный поток. Вот народ сейчас говорит, мы просто их режем на мясо, не сушек. Потому что полтора года, и вот здесь как раз возвращаемся к инфляции, это такой горизонт, когда мы ничего не можем планировать, потому что издержки растут постоянно на все. Транспорт, все сейчас завозим через жопу, через Казахстан, через Китай, через Азию, вот так вот, значит, какой-то каким-то кругооборотом в природе, да, это стоит бешеных денег. Корма, антибиотики там и так далее, это все стоит бешеных денег. И типа говорит, мы не можем себе планировать прибыль на полтора года вперед. Вот поэтому надо получать ее здесь и сейчас. Вот такая история, это как Никита Сергеевич Хрущев. Помнишь, была тема, когда он пытался Америку догнать и перегнать по мясу, и зарезали всех молочных коров, да? Это, в принципе, вот похожая история. То есть, мне вот говорят, что массово режут несушек на мясо, потому что слишком долго ждать. Тут еще начинается очень интересный момент, что начинают давить оптовые и розничные сети и говорить, ты знаешь, нас тут мочит правительство, типа, чтобы мы не повышали цены. Поэтому давай-ка ты вот на 10% отпускные снись. А он говорит, а как я снижу, потому что у меня здесь все затраты выросли там и так далее. Вот это ровно та раскоряка, в которую сейчас ставят производители. Я хочу сказать, тут плохая новость. Помнишь, говорили там, что когда вот началась только полномасштабная война, все вот говорят, вот экономисты предсказывали исчезновение продуктов там. А они типа вроде как есть. Но ты видишь, что просто с небольшим лагом, но механизмы-то все эти идут. И я хочу сообщить такую неприятную вещь, что все вот эти товары повседневного спроса, они низкомаржинальны. Это не какой-то премиальный хеноси, там, где ты зарабатываешь какую-то вот такую вот маржу, да. А низкомаржинальность, это значит что? Когда на тебя давят рост и сдержек с одной стороны, и желание правительства и Путина как-то административно контролировать цены с другой, но это значит, что многие просто забьют, махнут рукой и скажут, нафига нам это надо? Давай-ка мы, значит, все, что можно продадим, и вывезем оставшиеся, условно, на Кипр, да. Вот этот процесс, он в птицеводстве уже очевидно происходит. То есть, это не только птичий гриб, а сокращение поголовья имеет вот эту экономическую составляющую, да. Вот. Поэтому это будет происходить и в других продуктах. Прежде всего, конечно, в животноводстве, то есть, все, что там мясо, молоко, яйца, да. Но дальше за этим пойдут и другие потребительские товары. Поэтому те, кто говорил, что продукты будут исчезать, они просто были не так уж и неправы, да, то есть, это просто вот некий лак по времени потребовался, но вот все эти вещи идут, и Путин говорит, это, говорит, типа, как он сказал, косяк правительству, да. Сейчас поправим. Да, но это не косяк, это вот часть вот той системы, которую они создали, да, где они утяжеляют всем издержки, убивают маржу, и с другой стороны пытаются регулировать цены. Вот это очень похоже на поздний совок, когда правительство боялось отпускать цены в рознице, и в итоге это кончилось с дефицитом. Да, ну, в целом, неоднократно уже сказано, что, на самом деле, вот то, что описывали экономисты, и мировые, и русскоязычные, оно и происходит просто гораздо медленнее, в том числе потому, что российская экономика, вообще, что делает там Набиулина с Путиным, они последствия здесь и сейчас переносят немножко на будущее, то есть, они берут из будущего России любого, с проигрышем России, с победой России, неважно, и вот гробят его для того, чтобы здесь сейчас сдерживать какие-то вещи, и то сдерживать, получается, не то чтобы прям идеально. В этом контексте скажи, насколько импорт поможет, потому что Путин сказал, что вот все решим импортом, там, из Турции завезем, еще откуда-то завезем, насколько импорт является панацеей в данной ситуации. Ну, то есть, окей, нас уже сложно удивить после того, как Советский Союз хлеб закупал, да, значит, вот теперь, видимо, с огромными территориями, да, ты же помнишь, наверное, Путин не так давно рассказывал, что Украину, оказывается, захватывали-то теперь, чтобы были плодородные земли. Ну, то есть, было у него не так давно, и хвастался, говорит, смотрите, сколько мы захватили, и вот теперь, видимо, Россия будет закупать яйца в Турции. Насколько это решает проблему, насколько это снизит напряженность, и насколько долгосрочное это решение. Здесь есть вот несколько моментов. Первое, фактически, вот то, что он выкинул белый флаг и сказал, придется прибегать к импорту, вот я хочу, чтобы зрители отметили себе, что это фактически признание провала импортозамещения. Потому что вот нам все обещали, да, что все, теперь Запад ушел, там, черт с ними, с их санкциями, будем сами все производить. Фактически, вот он по ключевой отрасли признал, что мы без импорта не можем, и производить самим не получается, да. Это вот такая первая важная констатация. Вторая история, что, понимаешь, во-первых, конечно, импорт – это выход. То есть, в целом, свобода торговли и открытость – это выход, да. Это сильно, как мы вот видели за примеры, там, последних 40 лет вообще во всей мировой экономике, когда вы открываете границы для торговли, то это снижает издержки, потому что вы ищете, где дешевле, где оптимальнее, там, и так далее. Но! Здесь есть одно очень существенное но, что Россия больше половины мировой экономики от себя закрыла, перейдя в конфронтацию с Западом. И сейчас импорт открыт для нас только из стран, которые дают нам логистически дороже, хуже по качеству, дороже просто потому, что они нас используют, они знают, в какой мы ситуации, понимают, что впарить нам теперь можно все это втридорого. Помнишь, как Собянин говорил про то, что Восток ведет против нас экономическую войну, да? Что там сейчас Китай делает силы Сибири-2? Ну, то есть, это, конечно... Да, мы еще об этом поговорим, но вы можете увидеть на всех китайских товарах, на китайских машинах, что китайские машины к нам приходят в два раза дороже, чем они стоят в самом Китае. Вот, поэтому, конечно, импорт был бы отличным всегда выходом, но с 2014 года Путин сам начал вводить контрсанкции и запрещать импорт продовольствия из не только Европы, но и всего демократического мира, да? Конечно, когда нам остается Турция, Китай, Центральная Азия, там кто-то еще, да, можно прибегнуть к импорту, но он будет сильно дороже, чем вот в момент, когда у нас были нормальные отношения со всеми, да? Вот, и в целом, еще раз, импорт, как мы видели это все в течение вот уходящего года, импорт ослабляет рубль, потому что все равно, как ты не крути, нужно больше валюты, мы покупаем все за, типа, дорожающую валюту на фоне слабеющего рубля, это увеличивает инфляцию. Вот здесь такая хорошая подводка к набиулиной, то есть получается порочный круг, из которого как бы нет выхода. Можно заместить импортом, но будет слабеть рубль, будут расти цены. С этим понятно, с этим плюс-минус разобрались. Ну, теперь давай к вкусному, раз уж мы про рубль. Ключевая ставка, подняли ее еще на один пункт, собственно, пятое повышение за год. Насколько предсказуемо, насколько соответствует общей линии партии, что все хорошо, все под контролем, и что это вообще значит? Расскажи для нас, для простых смертных, чем, вот, почему все так носятся с этой ключевой ставкой и с тем, что, говорят, она слишком большая? Ну, потому что, во-первых, 16% это просто убивает любой экономический рост. То есть, никакой нормальный бизнес не обеспечивает такую рентабельность, да? А это просто... То есть, это значит, что у вас реальные ставки по кредитам коммерческих банков уйдут там за 25% при такой вот приставке Центробанка 16, да? Ну, никакой бизнес не дает такую рентабельность. Просто, ну, это будет вести к сворачиванию экономической активности. Почему, кстати, они все и говорят про замедление кривой восстановления экономики. Это вот так вот красиво называется, да? То есть, первое, это убивает любые надежды на то, что мы как-то выберемся из ямы и сами будем что-то производить. Второе, самое мрачное, на мой взгляд, выступление, то есть, важнее даже не сам факт поднятия ставки, да? А то, что Набиулина говорит. Вот мы сейчас короткий фрагмент посмотрим. Устойчивое ценовое давление по всем позициям, баланс рисков остается проинфляционным, то есть, нет факторов, которые влияли бы сейчас на снижение темпов инфляции, да? И вот как, знаешь, вот как там страны Запада все говорят, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, да? А Набиулина говорит, будем держать высокие ставки и проводить жесткую денежную политику столько, сколько потребуется. То есть, это бесконечность такая, знак бесконечность, как пела Земфира, да? Нету каких-то вот сейчас временных ограничений у нее, то есть, она не обещает, да? Как Ельцин там обещал, говорит, после либерализации цен через год уровень жизни улучшится, да? Сейчас вот этот горизонт просто исчез, он убран, и она говорит, что мы будем неопределенное время держать всех в узде жесткой денежной политики. Мне очень интересно в этой ситуации, что Путин в итоге выбрал поддерживать именно ее. То есть, я ожидал, что лоббисты все-таки будут сильнее давить на то, чтобы денежную политику смягчить, но видишь, он страшно все-таки боится какого-то глобального макрокризиса образца 92-го года, и он ее отмазывает и выбирает вот эту жесткую денежную политику поддерживать. Ну, давай вот Набиольну послушаем, потом к этому вернемся. Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 16% годовых. Инфляция и инфляционные ожидания остаются высокими. Ключевое отличие текущей экономической ситуации от октябрьского прогноза – это динамика выпуска. Новые данные дают основания считать, что рост экономики сильнее отклонился от траектории сбалансированного роста, чем мы оценивали раньше. Именно это отклонение и проявляется в усилении устойчивого ценового давления. Для противодействия ему требуется не только высокая ключевая ставка, но и длительное ее удержание на повышенном уровне. Перейду к аргументам принятого решения. Первое – инфляция. Текущие темпы роста цен остаются высокими, и об устойчивости ценового давления свидетельствует динамика базовой инфляции. Этот показатель четыре месяца подряд растет темпами выше 10% в пересчете на год. Сильный спрос подпитывается высокими инфляционными ожиданиями бизнеса и граждан. В ноябре ожидания населения по инфляции выросли. Ценовое ожидание предприятия остается на максимальных уровнях уже несколько месяцев. Учитывая фактическую динамику цены, инфляция в этом году сложится вблизи верхней границы нашего прогноза 7,5%. В следующем году инфляция будет замедляться, в том числе под влиянием уже принятых решений по денежно-кредитной политике. Учитывая текущий уровень ценового давления для достижения цели в следующем году, нам может потребоваться длительный период высоких ставок. Трудовые ресурсы наряду с располагаемыми технологиями и мощностями определяют объективные возможности экономики, которые задают ее потенциал. Высокая устойчивая инфляция говорит о том, что экономика отклонилась от этого потенциала и не успевает за растущим спросом. И если бы мы закрыли глаза на высокую инфляцию и не ужесточали денежно-кредитную политику, экономике это только навредило бы. Представьте, что экономика – это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задана конструкция автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но недолго. В условиях перегрева экономики, другими словами, дефицита производственных трудовых ресурсов, в создании каждой дополнительной единицы товара будет даваться экономике все сложнее и дороже. Попытка расти быстрее потенциалы за счет мягкой денежно-кредитной политики выльется в рост цен, которые будет все больше и больше съедать сбережения и рост зарплат. В итоге реального роста благосостояния общества мы не получим. Именно этого мы и хотим избежать, обеспечивая возвращение инфляции цели о экономике на траекторию сбалансированного устойчивого роста. Теперь о рисках. Их баланс остается проинфляционным. Основной риск – это высокие инфляционные ожидания, из-за которых спрос может в меньшей степени реагировать на наши решения. По-прежнему сохраняются геополитические риски и риски замедления глобальной экономики, которые могут негативно повлиять на спрос на сырьевые товары и, соответственно, на динамику курса рубля. Кроме того, проинфляционным риском является возможное расширение льготных кредитных программ, если они не будут точечными и адресными. В этом случае влияние ключевой ставки на экономику заметно ослабнет, из-за чего потребуется удерживать ее продолжительное время на более высоком уровне. Заключение о перспективах нашей политики. Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце следующего года. Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и к снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется. Вот там забавно было про автомобиль, который не может ехать быстрее, чем дизайном предусмотрено. Я хочу здесь вот что сказать. Какую картину сейчас Набиулина и все правительственные экономисты будут вам рассказывать? Что они разогрели спрос бюджетными вливаниями, прежде всего, в оборонку и бешеным ростом потребительских кредитов. И типа производство не успевает за быстро разогретым спросом. Вот в чем здесь проблема? Что оно и не успеет. То есть импортозамещение не происходит. Из-за того, что мы отрезаны от капитала, от технологии, от компонентов, и Китай нам не готов все это дело поставлять. Производство догонять спрос не будет. Поэтому вот они так стыдливо говорят, что у нас замедляется кривая роста. То есть фактически это означает, что то, что там вдруг появятся какие-то производства товаров, которые успеют за спросом, будет рост экономики. Ничего этого не будет происходить. Все вот так вот. То есть этот автомобиль просто постепенно тормозит, пока мотор не заглохнет. Если продолжать ее метафору. То есть все кривые роста, они очень сейчас вот так вот спрямляются. Где-то около нуля. Помнишь, как говорили про кардиограмму мертвого? Вот эта прямая линия Путина, которую я хотел бы увидеть. Вот сейчас, то есть экономика двигается из-за того, что вот это вот где работают санкции. Из-за того, что мы отрезаны от технологии компонентов капитала с западных рынков и не получаем этого с востока, производства не будут развиваться. Поэтому автомобиль не догонит спрос. Вот в чем, что здесь Набиуллина не договаривает. Но в целом, вообще, конечно, ситуация прям супер мрачная. То есть вот так, как она все это описывает, из этого нет выхода. И это прям разительно отличается вот от риторики, которая была у них еще там типа полгода назад. Тогда вот помнишь, вот летом были такие все надежды. Мы преодолели самое трудное. Теперь вот мы начнем расти. Сейчас вот видно, что этот мотор глохнет. И что куда-то дальше, тем более при таких запредельных космических ставках, эта экономика дальше двигаться куда-то не может. Более того, думаю, просто в какой-то момент потеряют управление и вбахается в ближайшее дерево. По крайней мере, такой вариант я бы не исключал, раз уж мы тут про аналогии с машинами. Давай, кстати, посмотрим еще в одну сторону, что на эту машину, безусловно, влияет. Хотя не слишком ли мы заигрались в эту метафору. Тем не менее, нефть, бензин для этой машины, если хотите. Что с ней происходит? Да, во-первых, очень интересно, что, помнишь, последние несколько сводок мы обсуждали, что Запад наконец зашевелился по поводу исполнения нефтяного потолка и давления на владельцев танкеров, страховых компаний, которые спокойненько возят российскую нефть по ценам дороже потолка, и ничего им за это не бывает. Не то, чтобы спокойненько, но да, последствия не ощущают. Да, начали на них давить. И вот, похоже, это имеет эффект. То есть, вот, Минфин в середине месяца, каждого пятнадцатого числа публикует данные о цене Юралс, это основной российский экспортный сорт, и вот за последние четыре недели, с середины ноября по середину декабря, она составила 66 долларов. То есть, вот можно на графике увидеть очень сильное падение. Было за 80 еще вот в предыдущие месяцы, да. Вот, а сейчас упало до 66, и дисконты очень сильно выросли, и вот, собственно, все мировые аналитики сообщают, что серьезно просели российские нефтяные доходы за последние несколько недель. То есть, видимо, вот эти меры все по давлению над перевозчиков, трейдеров и страховщиков по экспорту российской нефти, они начинают давать эффект. Дисконты снова растут, начинают, по крайней мере, бояться возить по ценам выше потолка, и таким образом вот Россия, видимо, в ноябре-декабре существенно потеряет доходы от экспорта нефти. Это приведет и к тому, что бюджетный дефицит подрастет, но мы вот в начале нового года, я думаю, получим цифры Минфина о том, с каким итогом они свели декабрь. Думаю, что дефицит все равно будет существенный, но вот это очень интересный момент. Конечно, нефть их подпитывала в последнее время, и если все-таки удастся ограничить ценовым потолком российский экспорт, это будет прям серьезный удар по путинским возможностям, в том числе и по его планам, например, нарастить военные расходы. То есть, он же связывал... С тех пор не понимаю, как они собираются финансировать все это говно, правда? Откуда? Что с неба насыпят, что ли? А это вот, как мы говорили, Дерипаска и удар попой об лед нас ждет в 2024 году, потому что денег нету на наращивание нефтяных расходов. И вот это прям очень грозовые тучи такие над ними, что все-таки Запад взялся за то, чтобы контролировать цены на экспорт российской нефти. Еще раз, если это будет успешным, а пока вот дело идет в эту сторону, то у них прям все будет плохо с деньгами, потому что, конечно, нефть по 80, она их прям поддерживала в последнее время. Ну и в целом видно, что нефть вообще упала. То есть, Brent вот падал за минувшую неделю типа до 73 долларов. Ну, сейчас он где-то типа вот 76, когда мы эту сводку записываем. Ну, то есть, короче говоря, у них и по вот этим всем делам с ОПЕК+, все эти сокращения добычи не работают, и скидки стали больше, потому что начали давить по исполнению ценового потолка. То есть, у них еще и здесь проблема. В предыдущие месяцы их как-то поддерживали нефтяные доходы, но вот это дело все-таки заканчивается. И это значит, что следующий год для них будет, как Путин любит говорить, трудный год. То есть, явно, что все проблемы, которых они вот прям чуть-чуть смогли избежать в этом году, они прям на них обрушатся уже вот начиная с января. Ну, посмотрим, посмотрим. Да, пока все как будто бы не то чтобы очень радужно для них выглядит, но и в этом контексте хочется и на рубль, конечно, посмотреть, что с рублем. Что с рублем? Во-первых, привержен ли ты того, что все еще в марте он навернется, особенно учитывая, что там выборы до 200? Мне кажется, ты уже не так уверен, честно говоря. Может быть, мне удастся отыграться. А во-вторых, что происходит прямо сейчас? Слушай, ну смотри, во-первых, я точно уверен, что он будет слабеть. Поэтому я могу тебе и проиграть спор, потому что мы там поставили конкретную дату. Но я вижу 200 за доллар. То есть, это будет. Вот я думаю, что в наступающем году это будет. Это может не к первому марта. Я, типа, там обещал, значит, получите. Если проиграю, то проиграю. Но в году как будто бы да. То есть, после выборов они как будто бы меньше будут усилий на это тратить. Возможно, они действительно будут. Вообще, я вижу. То есть, мы вот здесь с тобой это не раз обсуждали. Что я прям вижу, что для них вот эта психологическая отметка 100 за доллар, да, это прям их колбасит от этого. То есть, они на это смотрят. Что, типа, население плохо психологически реагирует. Значит, дела в экономике не так раз 100 рублей за доллар. Значит, надо предпринять вот любые меры для того, чтобы рубль там сдержать. Но первое, что я вижу, что, во-первых, у них не осталось большого потенциала для того, чтобы выжимать из экспортеров дальше валюту. То есть, они сейчас начали это делать как бы по максимуму, но видно, что это не очень работает. И вот рубль сейчас даже, вот мы сейчас разговариваем, вот он закончил неделю все равно выше 90 рублей за доллар. То есть, он постоянно пытается уйти там на 80 с чем-то, да, но постоянно вот его жизнь возвращает. Это в условиях шесточайшего давления на экспортеров по продаже валюты. А что у них еще осталось в загашнике для того, чтобы вот продолжать вот так давить? В общем, ничего. То есть, это была такая вот как бы мера последней надежды, да. Дальше. Возвращаемся к началу разговора. Ты вот говоришь, Путин говорит, вот импорт спасет. Минуточку. Хорошо. Значит, если мы решаем закрыть какие-то дыры, где у нас собственное производство не работает импортом, ну, так это будет что делать? Это будет давить на рубль, да, потому что для импорта нужна валюта, и Турция рубли от нас с таким большим восторгом принимать, типа, не будет, да. Вот. Поэтому это все давит на рубль. Продолжается тема, что поскольку мы вот опять вот эта вся история, что мы сами ничего не производим, и это не начинается, да, то есть, какой-то массового запуска импортозамещающих производств их нету, это значит, нам все это дело все равно придется завозить. То есть, вот поэтому, вот Греф, например, который еще там в июле говорил, что мы сохраняем целевой прогноз 80 рублей за доллар, да, сейчас Греф уже говорит, что я не вижу причин для укрепления рубля. Поэтому выборы не выборы, март не март, но я точно вижу вот вектор этого движения, да, и, кстати, рубль плохо среагировал на ставку, конечно же, и тут же примерно на рубль он подешевел к доллару сразу после объявления по ставке, хотя это было супер ожидаемо, и, в общем, ничего такого, да, но как бы скорее, я думаю, что народ среагировал на вот этот общий мрачный фон выступления Эльвиры, да, что хороших перспектив нет, что это теперь вот надолго, если она хоть обозначила бы какой-то горизонт, да, а она говорит столько, сколько потребуется. Ну, бизнес, когда слышит такие слова, у него сразу все опускается, так что так вот будет и с рублем. Поэтому мы спор наш с тобой сохраняем, но вот вектор движения, я думаю, что здесь довольно очевиден. Ну, спасибо тебе большое, и до скорых встреч. Ну, надеюсь, где-нибудь через неделю. Всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok